как вас зовут на проведение аудиозаписи я не даю согласия чтобы вы понимали как вас зовут светлана александровна вот высылаетесь на какую-то там информацию что где-то там что-то кричу что у меня с вами какие-то судебные заседания или дела или этом что у вас выигрываю в паблике выставляете что вы неоднократно а может быть это не я пишу как вы думаете если вы владимир мамаев ваша страница на которой я сейчас нахожусь в контакте и я перехожу по ссылке с вашего сообщения это ваш является вашей страницей а у вас я понял давайте по очереди я вас выслушал а можете вы мете выслушать у вас перед глазами публикация на которую высылаетесь давайте вы про прочитаете я нигде никогда не говорил о том что у меня с вами какие-то выигранные дела есть понимаете это первый момент второй момент я единственно ссылаюсь на то что у меня с вами есть дело и она есть дело она находится уже в суде более того буквально на днях вам было вручено исковое заявление кстати вот этот ролик и свидетельствует то что вам было вручено исковое заявление именно с этой и более того почему вы выставляете человека без его согласия светлана смотрите мне не надо согласия скажите мне пожалуйста сошлитесь мне на какой-то законодательный акт где написано что разрешено выставлять изображение человека без без его согласия где это написано хорошо я вам сообщаю 152 закон использование биометрических данных туда входит видео изображения фото изображения рост и цвет глаз на любые инфекционные признаки человека вы на данном этапе сейчас выкладывайте рекламную запись рекламная запись наносит рекламная запись где вы говорите о том что вот я оказываю услуги цена такая-то и показывайте сотрудника организации без его согласия поэтому я вам и говорю что удалите пожалуйста запись светлана можно еще такие все-таки чтобы вы меня тоже слушали чтоб я мог тоже сказать хоть что-то вы просто я не собираю спорить я просто если вам интересно выслушать меня вы меня послушайте если вы позволили мне чтобы просто сказать это там я сейчас даже не прошу я вас требую удалить эту запись потому что ну я вам серьезно но если мы в таком контексте будем разговаривать так мы с вами ни о чем не договоримся если вы требуете вы даже не слышите мою позицию но я вас не услышал потому что вы меня не слышите так вы так и с чем разбираются если вы юрист я вам могу дать юридическую консультацию недорого будет стоить полторы тысячи рублей за устную консультацию которую вам сейчас проведу 29 статья конституции гарантирует мне право собирать и распространять информацию какую персональных данных какие персональные данные я не прихожу это какую-то частную жизнь не вникаю конечно нет конечно нет конечно нет так мы с вами в любом случае в суде встретимся по поводу ваших действий на мой взгляд мошеннических потому что сейчас на данный момент у нас гражданские отношения так вы некорректно себя ведете вы звоните мне по телефону и начинаете меня от меня что-то требовать в ответ даже не хотите выслушать мою точку зрения кто некорректно себя ведет вы ли я оно есть но не каждый человек его правильно трактует вот вы неправильно трактуете вы говорите что я собираю какие-то персональные данные так что ж теперь мне теперь что вы не снимать людей которые находятся при исполнении скажем своих обязанностей нарушают мои права либо моего доверителя все верно не снимать людей без их согласия если вы в судах участвовали вот это почему я не должен доказательства потому что не получено согласия человека так чего вы взяли что в данной ситуации нужно получать согласие я производил видеосъемку в публичном месте где оказываются услуги 152 закон федеральный и вы поймете о чем я говорю и прочитать его очень внимательно там конкретно прям конкретно белым по черному черным по белому есть гражданский кодекс есть конституция российской федерации фото и видеосъемку опять же таки аудио без согласия проведение каких-то съемок и записей всего остального вы в данный момент я говорю что вы в данный момент мало того что использовали персональные данные так вы еще на этом фоне провели какие-то рекламные действия всю информацию которую я получил она находится в открытых источниках Светлана как какая ваша должность как вас зовут вообще с кем я общался у меня нет должности я являюсь представителем по доверенности у нас договор заключен ну в смысле как нету должности вы вы от имени кристалл звоните вы звоните от имени кристалл и при этом вы говорите вы никто так вы все-таки представьтесь вы с по доверенности действуете ну Светлана фамилию вы не сказали до свидания всего хорошего здравствуйте я Мамай Владимир Владимирович действую на основании доверенности под заблуждением под угрозами неважно заключила договор здесь дома осознала что договор этот не нужен взяла кредит на большую сумму оплату данных услуг пришла к решению что хочет отказаться от таких услуг но здесь начали вводить ее в заблуждение о том что если человек откажется то они произведут удержание из той суммы которую она заплатила должность что вы уполномоченные то есть вы директор вы же директор? Нинасян Наталья Михайловна Здравствуйте меня зовут Владимир Мамаев если кто-то пострадал от услуг данной клиники обращайтесь ко мне за юридическими услугами постараюсь вам помочь я вам покажу вам спасибо спасибо Продолжение следует...